здравствуйте ну вот только наверное ленивый не обсудил уже на разных каналах и в том числе в электронных средствах масс информации о происшедшем на границе в армении мы немножко с опозданием выходим в эфир хотелось где-то проанализировать ситуацию где-то послушать других очевидцев и вот только сейчас я вышел в эфир у нас сегодня будет гость но а пока не хотелось бы начать не с этого я немножко зачитаю вот тут есть у меня такая информация но в принципе об этом уже говорил я буквально весной этого года о том что происходит в русских православных церквях в баку был там такой александр ищейн который архиепископ бакинский и азербайджанский который благословлял азербайджанских солдат на войну с армянами много всякой ереси высказал но о покойных плохо не говорят еще и скончался еще летом этого года буквально наверное через два месяца после того как я рассказал о русской русских православных церквях баку рассказал о тех людях кто там служит можете оглянуться посмотреть в эфире это все есть у меня на канале ну и так вот произошло поэтому дальше мусолить эту тему мне не хотелось тем более я вообще не люблю говорить о религии это дело такое очень неблагодарные вы сами свидетели что потом творится в комментариях после моих эфиров когда я вообще говорю о религии не важно о какой церкви русской православной церкви армянской апостольской церкви там протестантов мусульманок все равно обязательно найдутся те которые выскажут свое недовольство но дело не в этом нынче архиепископа того который уже отдал богу душу заменил другой архиепископ новоназначенный в баку если я не ошибаюсь его зовут феофилакт это как раз таки тот человек видео распространилось вы наверняка видели где он воспевает оду как он там сказал эльхаму гейдаровичу алиеву альхаму гейдаровичу то есть отслужил молебен в русской православности церкви баку в честь значит эльхаму гейдаровичу алиеву знаете я когда на это отреагировал было очень много также комментариев в том числе и от пользователей этнических русских которые одни осуждали это писали свое видение к этому всему а другие наоборот не понимали что собственно произошло христианство религия мира и добра но помолился батюшка за алиева что что такого но я бы рекомендовал бы подобным батюшкам помолиться например за того же шамиля басаева почему нет если уж христианство религия такая мирная почему за зеленского можно помолиться тоже в принципе ничего за басаева за упокой души за зеленского за здравие да много за кого можно помолиться вот и вопрос почему алиева ну в общем я покопался тут по архиепископу нову назначенному феофану его зовут феофан сейчас я прочитал оказывается наш феофан батюшка не просто так назначен взамен того старого усопшего читаю это значит азербайджанские источник до возвращения в баку игумен алексий видимо так он назывался раньше являлся настоятелем свято николаевского православного прихода в мирана много лет занимается вопросами истории кавказской албании и ее церкви разоблачая мифы и фальсификации он автор книги христианство в кавказской албании 2004 год в которой разоблачает армянский миф о том что именно с них якобы началась история этой религии на кавказе этим летом игумен алексий издал новую книгу история церкви кавказской албании по моисею каланкатуйскому ну вот в принципе вот такие священники такие батюшки и назначаются в баку будь то архиепископами или же там рядовыми священниками и так далее поэтому ничего удивительного здесь нет меня беспокоит другой вопрос скажите а кто-нибудь из батюшек помолился вообще по армянским пленным например в той же армении вопроса оставлю открытым потому что я не знаю об этом если такое было сообщите ну что ж вернемся значит кто теме о которой я говорил в начале границы у нас сейчас в гостях журналист политический обозреватель хайк халатян который был скажем так героем прямом и переносном смысле этой неделе но его интервью уже наверное все видели слышали я не думаю что нужно снова показывать это в эфире кто не посмотрел посмотрите во всяком случае всем понравилось что хайк озвучил те моменты которые многие из нас как бы держат в уме но не все решаются озвучить хайк приветствую тебя добрый день хайк ну скажи вот я знаю тебя как политического обозревателя как всегда такого прям закоренелого пророссийского человека журналиста ты это не раз показывал и тем не менее вот в интервью всем нам известным ты сказал такие вещи что россия либо слаба либо есть чего-то такое о чем мы не знаем почему россия не вмешивается по вот этой вот всей ситуации но вопрос вот такой к тебе а как ты сам думаешь почему на счет того что я себя не считаю пророссийскими себя считаю про армянским именно поэтому я выступаю за союз армении с россией потому что и по работе мне приходится все время изучать и расклад сил на южном кавказе позиции интересы разных стран глобальных региональных держав я могу сказать как бы нам это нравилось или не нравилось но той или иной степени больше всего наши интересы совпадают именно с российскими интересами и какой-то очереди в союзники и друзья армении нету если там некоторым особенно депутатам правящей партии кажется что вот сейчас мы россию турнирум отсюда и сразу там свято место пусто не бывает могу разочаровать на южном кавказе будет или россия или турция вот это просто почему второе когда вот эта мысль я же не от своего имени сказал у обычных людей в армении складываются две версии происходящего или россия участвуют во всем этом или россия настолько слабо что боится дать как бы ответ азербайджану и турции региона но при этом все-таки я хочу почерпнуть что моё интервью было она больше ориентирована на российскую аудиторию я там до этого слышал что говорил азербайджанский участник нехел поэтому немножко вот так эмоционально но я вот уже обращаясь к армянской аудитории хочу заметить привет я последнее время об этом часто говорю международные отношения это не благотворительный аукцион никто не обязан думать об армении больше самих армян к сожалению то что произошло за последний год в армении то что действующая власть могла удержаться лица никого пашьяна не только удержаться но и переизбраться это был конкретный месседж мировому сообществу и как бы это уже армяне сами не объясняли там что бывшие хуже мы не хотели чтобы бывшие пришли мы разочарованы а что поменяется если вместо пашьян кто-то другой это в мире никому эти объяснения не интересны есть конкретный месседж человек который проиграл войну и заявил о готовности к односторонним уступкам к меру любой ценой с азербайджаном и турцией это означает что у всех глобальных игроков есть более-менее схожий подход к южному кавказу сейчас что нужно разблокировка коммуникации и все остальное поэтому как как и в обычной жизни мирец за счет более слабого и более готового на это азербайджан ведет себя четко агрессивно показывает что он готов силой защищать свои интересы армения ведет себя слабо показывает что готова на любые унижения и уступки естественно вопрос пытаются решить за счет армении это как дважды 24 поэтому перед тем как обвинять россию сша азербайджан или тут надо понять что корень проблем нынешних армянских корень проблем в первую очередь внутри армении но на данной ситуации как например часто общаюсь с российскими экспертами я вам говорю вы должны понимать что какие бы вы цели перед собой не ставили вот нынешняя агрессия она показывает одно что азербайджан считать что можно даже играть на вот сейчас алибо играет на грани так тактики солями да по кусочку отрезает от армянской территории но при этом как умный политик он старается эту грань не переходить чтобы россия даже не желая а я уверен что за россия лишь самом крайнем случае вмешается в процесс да чтобы не дать случайно повод россии вот реально вмешаться так даже не желая этого но я говорю вот представьте вот у вас у россии у кого-то возникнет желание проверить на прочность например есть там столкнуться в прибалтику проверить знатов будет впрягаться за прибалтику или нет причем даже тогда вопрос будет на то помогать но никто не хочет этого пробовать просто потому что там есть держава с себя держава который покажу что готова защищать свои интересы вот поэтому я говорю если вы желаете достичь определенных целей в нашем регионе это естественно у россии были есть и будут интересы в нашем регионе нынешняя ваша тактика политика она даже не по антиармянского антироссийская она бьет по интересам самой россии ну смотри тот же михеев прямо сказал он даже подчеркнула откровенность за откровенностью да что если хотите чтобы мы вас защищали пожалуйста присоединяйтесь к россии как это тогда сформулировать что тогда что означает вообще одкб то есть они вместе только в том случае если вот эти страны нуждающиеся помощи будут присоединяться к россии нет смотри тут смотри я даже немножко расскажу зная зная как себя ведет михеев все остальное у меня даже сложилось печенье смотря как он так спокойно реагировал на все это мои выступления что в целом и он согласен с тем что российская по нынешняя российская политика в регионе не очень-то и правильное соответствует потому что будь иначе я уверен зная его стиль я мне кажется он бы совсем по рукам у себя но вот этот момент что когда говорят войдите наш состав я могу сказать что я общаюсь с другими более серьезными российскими экспертами и там нету такого подхода вступайте состав потому что если армянам кажется что все мечтают быть друзьями или включить состав вопрос а что даст россии включение армении в ее состав давайте честно оценим все кроме расхода ну возобновление имперства ведь османская серия возрождается почему бы российская не вернусь в один смотри что может дать армении больше того что она уже дает россии база есть есть голосуем как надо голосуем так может быть в этом и проблема то что мы голосуем как надо нет смотри вот очень интересный к российской элите я должен сказать что например российской элите не надо думать что все мечтают быть друзьями армении потому что многие считают что кроме расходов никаких и проблем никакого профита и плюса союз армении россии не приносит вот это тоже надо при этом среди силовиков государственных наоборот много людей которые считают что армения наш союзник ради политических интересов мы должны забыть об экономических интересах и все равно поддерживать поэтому тут несет так однозначно не надо думать что все против нас и все за нас это естественно разреши вот я внесу такую ремарочку вот здесь было сказано голосовать так как нужно ну я так понимаю как нужно россии голосовать да но ведь азербайджан не голосует так как нужно россии и в то же время как бы что армении что азербайджан для россии на одной ноге смотри кстати я одну мысль продолжу более того я я договорю более того более того если что либо случается вещи в россии называются своими именами это армения это арменин если же что-то наоборот то говорится одна из закавказских республик то есть не подчеркивается что это азербайджан или азербайджан как может быть тогда лучше голосовать не знаю я что-то не помню в последнее время какие-то инциденты с армянами вот эта тема называть национальность или не называть это недавно вошла в такое широкое обсуждение в российской политической тусовки информационной и по потому что понятно что это какой-то проблема да однозначно в российском обществе есть усталость от такой недовольства мигрантами или выходцами там с кавказа центральной азии с другой стороны более адекватная часть понимает политической элиты что вот этот путь разжигание педалирование национальной теме для многонациональной страны она очень опасно потому тут очень сложный вопрос именно внутри0 российского6 модели голосованием мышка да за россию голосуем вот иногда то тоже надо понимать чтобы азербайджан голосует провязать с россию потому что азербайджана был карабах и он всегда выступал за принцип территориальной целостности армения всегда голосует там по alto же грузии крымовся в остальным вопросом в унису рассе не только потому что там нам указы с Москвы пришел голосовать так. Это потому что у нас тот же Карабах есть. Мы всегда выступаем за приоритет принципа народа на самоопределение перед принципом территориальной целостности. Это логично, понятно. Но когда ты говоришь Армения и Азербайджан, надо одну вещь понимать. Вот я говорю, мы можем быть недовольными, но надо одну вещь понимать. Азербайджан не идет к России, не просит денег, помощи в обеспечении безопасности. Понимаете, разница в чем? Я вот об этом очень часто говорю, еще когда в мае первое вторжение войск было азербайджанских в Армению, когда это было всего 200 солдат пошли, и Армения побежала, ничего сама не сделала, начала бежать к России и к другим, типа помогите. Я говорил, люди, политики всегда так, если ты не в состоянии решать даже мелкие проблемы, а лет 2, 3, 5, 10 назад мне трудно было бы поверить, чтобы Армения побежала к России с просьбой помочь против 200 азербайджанских солдат. Когда ты по каждому поводу бежишь к какой-то стране, чтобы она тебе помогла решить свои проблемы, то будь готов к тому, что завтра все вопросы, связанные с тобой, твои враги, друзья или просто соседи будут решать не с тобой, а с той страной, которая решает твои проблемы. И та страна, которая решает твои проблемы, она даже уже не будет спрашивать тебя, ты согласен с тем или иным решением, которое она предлагает. Потому что если тебе не нравится то решение, которое она предлагает, тогда будь добр решать свои проблемы сам. Что касается ОДКБ, ОДКБ очень специфичная, сложная структура. Я вам всем хочу напомнить голосование в ОДКБ, когда случился российско-турецкий кризис, чтобы вы поняли проблемность этой организации. Многие страны ОДКБ даже Россию не поддержали в этом конфликте с Турцией. Вы что, думаете, они будут Армению поддерживать? Так она черта тогда ОДКБ нужна. Потому что эта организация нужна России. Мы же все понимаем, что мы ОДКБ не ради дружбы с Казахстаном, Белоруссией или тем более с Киргизией, а потому что Россия инициатор этого союза, этот союз нужен России. Сам ОДКБ, его можно разделить на такой клуб по интересам. Там есть три направления. Это западная Россия-Белоруссия, это кавказская Россия-Армения, и Центральная Азиатская Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Там еще и призы хорошие, танковые биатлоны тоже. Играть, приехать. Тот огромный арсенал оружия, который был в Армении, это все благодаря тому, что мы покупали оружие по ценам ниже рыночных или просто нам дарили это оружие зачастую. Давайте правду скажем. Потому что в той гонке вооружения, которая шла с Азербайджаном, хоть мы и оставали, но если бы не фактор ОДКБ и российской помощи, мы бы очень сильно бы отстали. И опять говорю, когда мы обсуждаем какую-то организацию, надо поймать, вот завтра талибы вторгнутся в Таджикистан. Сколько людей в Армении будут за то, чтобы отправить наших солдат на границу Таджикистана, защищаясь Таджикистан или Киргизию от Талии? Я вам больше скажу. Я вам готов ответить на этот вопрос. Армяне бы туда двинулись, если бы туда с Россией бы сама двинулась. Я больше чем уверен, Россия и глазом не моргнет, она там не окажется. Ну, российские солдаты уже... Она признает сразу правление талибов, договорится дипломатическим... Я не так однозначно настроен, но опять говорю, вот я это... Ну, история только об этом и говорит. Я просто уверен. Смотрите, я бывал недавно в странах Центральной Азии, в Таджикистане в том числе. В отличие от Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, где я тоже был, и это все-таки государство, большинство людей, которые говорят на тюркских языках, Таджикистан это все-таки ираноязычный. Но даже там Турция тоже манипулирует. Она открывает школы различные бесплатного изучения турецкого языка, спрашивается, зачем это таджикам, у них есть в таком случае Иран, можно было бы фарси учить, да. Тем не менее, открываются торговые центры турецкие. То есть там делается вот всех в этих республиках, где, казалось бы, должна быть Россия, на смену приходит Турция. И, кстати говоря, многие недовольны этим, и казахи недовольны. Хотя вот последнее время в российских средствах массовой информации принято казахов выставлять в качестве каких-то недругов, русофобов и прочих. Там одного-двух дураков найдут, которые против русских чего-то сказали. И начинают муссировать вот эту вот тему. Хотя весь Казахстан, он сам по себе русскоязычный. Там можно увидеть группу казахов, молодых казахов, говорящих между собой на чисто хорошем русском языке. Кстати говоря, такое не во всех республиках сейчас увидишь. Но, тем не менее, в России вот как-то в средствах массовой информации думают иначе. Просто очевидно, что Россия покидает. России не нужны вот эти вот республики, которые были в составе СССР. Поэтому я больше чем уверен. Просто примут талибов, признают правление Талибан, и все будет здорово по дипломатическим каналам уладит этот конфликт, и Афганистан не вторгнется в Таджикистан. Вот и все. Но мы ведь когда-то тоже поддерживаешь идею, что России не нужно по созданию СССР и включение в ее состав других стран. Понимаете, в чем дело? Я не это имею отношение. Я имею отношение к тому, что имею в виду то, что России бы присоединить эти территории, но чтобы они назывались именно Российской Федерацией, а очередным субъектом этой Федерации. Но как отдельная единица России не нужны. Ни Таджикистан, ни Армения, ни кто-либо другой. Нет, я в этом не согласен с тобой. Я говорю, вот с той идеей, которую ты сказал, что Россия нефть считает, что они нужны. Да, я знаю, что в российско-политической элите есть так называемые изоляционисты, которые считают, что у России достаточно собственных ресурсов. У нас есть ядерное оружие, на нас никто никогда не нападет. Зачем нам постсоветское пространство, от которого, как я уже сказал, этот вопрос не только Армении, но никакого профита, одни расходы и проблемы. Давайте мы закроемся, грубо говоря. Будем тратить деньги только на себя. Мы сами свою безопасность спокойно обеспечим. Зачем нам лезть в постсоветское пространство? При этом пока что нынешнее политическое руководство и очень многие в силовых структурах и другие считают, что наоборот. Но однако в Сирию залезли. А это... Смотри, сейчас продолжу. И они считают, что нет. Даже если мы закроемся от постсоветского пространства, никуда мы от этих проблем, связанных с постсоветским пространством, не денемся. Эти проблемы автоматически перекинутся к нам. Поэтому лучше эти проблемы решать в других странах, соседних, чем у себя. Те же вопросы исламского экстремизма, всего остального и не только. Что касается Сирии. Вот смотри. Сирийская же компания что показала? Показала, что Россия, во-первых, может решать серьезные военные задачи за несколько тысяч километров от себя. Пока что в мире до этого была только одна страна, которая демонстрировала такую возможность. Это были США. Во-вторых, давай вспомним победу Трампа на выборах. Если помнишь, тогда в западных и даже в украинских СМИ очень активно муссировалась тема, что и украинцы очень боялись этого вопроса, что может произойти такой обмен башь на башь. Россия сдает Сирию, в отмене получает Украину. Поэтому тот фактор, который ты говоришь на Ближнем Востоке, Сирия очень важное место занимает в регионе богатым нефтью, энергоресурсами и всем остальным. И то, что Россия смогла свое военное влияние поставить и очень сильно влияясь на эту страну, позволяет, заставляет прислушиваться голосу России в совершенно других вопросах. Поэтому ты же видишь, что, что касается Ирана, других вопросов, все за Россию зовут при всем том конфликте, который есть у Запада с Россией. Но Запад вынужден обсуждать с Россией многие вопросы просто потому, что понимает, что в противном случае не удастся договориться по Ближнему Востоку, по другим вопросам. Поэтому это такой ход, который, по мнению россиян, несмотря на огромные расходы и все остальное, дает очень много политических рычагов влияния на процессы в мире. Хайк, смотри, вот уже не раз на протяжении, ну я буду говорить только о последних вот пять лет, да, на протяжении пяти лет Турция ударяет ножом в спину России. И такое складывается ощущение, что милые бронятся, только тешатся. Что происходит? Почему мы тоже сейчас терпилы, я ничего не говорю, Армения, да? Мы как армяне тоже терпилы. Но почему Россия себя ведет так же в качестве терпилы? Смотри, я могу сказать то, что вот тот же вопрос я обсуждаю с российскими экспертами. Я скажу, это серьезные эксперты, которые не такие, которые на телевидении там шоу ставят. Нет, люди серьезные. Вот они мне объясняют эту ситуацию так. Говорят, смотри, мы никто в Москве не считают друг другом или таким надежным партнером. Но на фоне того конфликта, который идет с Западом и все остальное, они говорят, нам выгодно Турция, сложный конкурент и проблемный партнер, как отдельный игрок, чем Турция, которая как бы верный союзник США, которая действует, как бы идет в форватере Вашингтона в антироссийской политике. При этом опять все подчеркивают, что никто не считает. И даже если ты заметишь, что любые соглашения России с Турцией, что по Ливии, что по Сирии, что даже по Южному Кавказу, это же не, грубо говоря, это не решение проблемы, это не долгосрочное решение проблемы. Это каждый раз какое-то ситуативное соглашение, чтобы в конкретный период избежать прямого столкновения в регионе. Если ты посмотришь. Мы же не видим, что у Турции и в России есть какое-то долгосрочное решение, что по Кавказу, что по Сирии, что по Ливии или по другим странам. Вот это надо понимать. Когда мы хотим выстраивать эффективную внешнюю политику, мы сначала должны понять мотивы тех или иных сторон. И к слову, я все равно российским друзьям говорю, вот смотрите, понятно, что Эрдоган очень сложный партнер и для Запада. Он пытается вернуть более самостоятельную роль Турции. При этом я более чем уверен, что после следующих выборов очень велика вероятность смены Эрдогана. Кто бы ни пришел к власти, это будут представители кемалистов, имам Оглу, мэр Стамбул или мэр Анкары, я не понял, тоже популярны. Или бывшие партнеры Эрдогана, которые откололись, Давы Тоглу, Бабаджан и другие вот эти силы. В любом случае, я уверен, что произойдет очередной крем Турции в сторону Запада. Даже сейчас они активно сотрудничают. Вот почему Запад очень спокойно смотрел на всю ситуацию в войне, которая была в прошлом году. А я скажу, зачем. Потому что они понимали, что в любом случае победа Турции – это поражение России. И они хотели, чтобы в этой войне выиграл Азербайджан и Турция. Ну, соответственно, вывод, так везде так и получается. И сколько будет Россия терпеть все это? Смотри, ты должен сам понимать, что у России сейчас очень серьезный конфликт с Западом. И первоочередной проблемой для России. У России постоянно серьезный конфликт с Западом. Причем при любой власти. Нет, давай начнем с того, что в 90-х и в начале 2000-х ситуация была совершенно другая. Совершенно другая. Ну, тогда сам Запад был уже в России, в принципе. Ну, смотри, ситуация в чем. Надо поймать, что первоочередной проблемой, по мнению России, это является Украина, Белоруссия и то, что творится, грубо говоря, под боком. Кавказ для нее – это не первоочередная проблема. И тут опять российская специфика – решать проблемы по мере поступления без стратегического планирования. Это тоже надо учитывать. На фоне постоянных кризисов проблем, у них нет стратегического планирования. Я им всегда говорю, ребят, вы когда какую-то проблему сейчас решаете, вы должны думать, а как решение этой проблемы сейчас отразится на будущее. В будущем этого же региона. Этого, к сожалению, нет. А будущее, вон, мы увидели карту, там будущее не только региона. Там будущее до Татарстана и до Якутии, если говорить о турецких мечтах. Вот мы приходим к этому. Я когда России говорю, когда вы пытаетесь избежать столкновения с Туцией, а надо понимать, что столкновение – это не обязательно война. В современном мире столкновение и борьба от державы идет не только военными методами, зачастую, в основном, не военными методами. Но когда вы пытаетесь этого столкновения избежать, считаете, что у вас нету… Давайте не будем тратить ресурсы на новый конфликт, а сосредоточим его на более важных для нас. Это все равно не решает проблему. Вы просто отодвигаете проблему, и ее решение, когда вы посчитаете, что придет время, будет намного сложнее и уже с неясным исходом. Вот как ты сказал в Центральной Азии. Очевидно же, что Туция пытается усилить свою позицию. Кто там ее конкурент? Это Россия и Китай. При этом Китай, если представлено экономически, Россия больше политически. Кроме экономики, представлено также и политически, и в гуманитарной сфере. И вот понятно, что проникновение Туция – это и политическое, и гуманитарное, и даже экономическое, оно за счет ослабления позиций других игроков происходит. Поэтому все равно вам придется этой проблемой заняться, но уже с неясным исходом противостояния и с намного большим количеством ресурсов и жертв, которые вам придется туда вложить. Ну, как мне кажется, на самом деле здесь все просто. Я вот скажу откровенно, да. Строятся вот эти атомные электростанции в Турции, АККУ, доходы, которые будут приносить там через 20 лет, через 30 лет, непонятно. Как мне кажется, здесь просто идет отмывание денег. Банальное отмывание денег. И здесь дело не в пантюркизме. Вообще России плевать на все, что происходит в регионе. И главные деньги работают и отмываются. Это сейчас говорит не Халатян, это я сейчас говорю сам. Это просто о чем я думаю. Не к тому, что Россия слаба или сильна. Россия сейчас просто делает деньги. Так, как она может. Изучи ядерную программу Турции. Ну, хорошо. Первую АЭС строит русские. Вторую АЭС должны построить китайцы. Третью там французы вместе с сипунцами. И все бесплатно для турок. Ну, я не знаю, на каком основном. Это просто показывает. Смотри, Турция, надо все-таки признать, что у них очень хорошая дипломатия. Все-таки вековой опыт такой дипломатической игры. Они очень хорошо там балансируют, пытаются играть на противоречиях таких глобальных игроков. При этом сами же имея амбиции стать глобальным игроком. Кстати, вот по поводу центральной АЭС, вот мой знакомый эксперт Аватков, которого я очень уважаю, мне нравится его, один из немногих таких выступающих в отношении... Аватков, Аватков. А то многим послышится, что это Аваков и начнут мусорить. Не-не, Аватков, Аватков, который именно выступает в российско-турецких отношениях именно с позиции интересов России. Я всегда говорю, что очень мало таких людей, особенно экспертности. Вот у него в последнее время очень интересная мысль идет. Он говорит, смотрите, Турция претендует на то, чтобы стать глобальным игроком. Но собственных ресурсов у нее для этого нету, на данный момент нету. При этом, если ей удастся подключиться к этому процессу страны центральной Азии с богатыми ресурсами, сырьевыми, человеческими и всем остальным, то это уже даст, это станет как бы трамплином для Турции, чтобы реально претендовать на такое место региональной державы, стать более глобальным. Вот он говорит, в чем проблема России. Говорит, мы должны этого не допустить, чтобы при всем этом мы все-таки сами сохраняли контроль над этим регионом. И не только этим регионом. Вот это тоже надо понимать, что, опять говорю, в российской политике не все так однозначно. Ну, у Путина есть свой тюрколог. Вот Песков, зачем ему Авадков? Хорошо, Айк, давай вот по нашей с вами исторической родине поговорим, что в последнее время происходит. Я имею в виду последние новости, сегодняшние, вчерашние. Я так понимаю, что число погибших пока еще не выявлено, так как не все тела были вывезены из тех мест, где шли эти бои. Ой, к сожалению, знаешь, вот у меня, когда я слежу за новостями в Армении, официальными заявлениями, у меня строгалось впечатление театра обслуживания. Вчера брифинг в парламенте. Андрей Кочарян, глава парламентской комиссии по обороне, призывает журналистам верить данным нашим Минобороны об азербайджанских потерях. Хочется сказать, слушайте, люди, вы до сих пор не можете точно сказать, какие потери у нас, но при этом говорите, а знаете, вот когда мы говорим, что мы там почти под сотню азербайджанцев убили, верьте нам, вы сначала точно хотя бы скажете, сколько у нас потерь. Вы даже это не можете сказать. Вот этот абсурд, что давайте не зацикливаться на плохом, типа негативном том, что у нас происходит, будем каким-то сказкам, мифам верить. Я вот не знаю, что наш народ должен как-то проснуться, в моем личном мире, проснуться, трезво оценить ситуацию. И как бы это неприятно не было, болезненно, начать много бороться и работать, чтобы выйти из этой ситуации. А вот таком, не выходить из зоны комфорта или верить сказкам, или вообще как бы отгородиться от всех плохих новостей, это не спасение, это не решение проблем. Ты знаешь, когда были последние выборы, я, честно говоря, сам по себе оптимист по натуре, и верил, что эта тварь не будет у власти. Известная нам всем тварь, да? Но очень удивился, что его снова привели к власти. Это вообще что было? Вообще люди понимают в Армении, что происходит, и кто виновник всех вот этих бед. Я понимаю, сейчас будут говорить, а что там при старых лучше было или хуже, и те там нажрались, ушли, что этому остается бедненькому делать. Он пришел, казна пуста, оружия никакого и так далее. Я это все понимаю. Но давайте будем реалистами, трезвыми. При этой сволочи мы теряем все больше и больше территории. Более того, мы теряем все больше и больше жизней. Поэтому я не буду сейчас говорить о старых, я говорю об этом человеке, которым мне даже человеком не хочется называть. Он просто бездарь. Айк, почему так произошло? Почему народ все-таки пошел и проголосовал за эту бездарную личность? Ой, сложный вопрос. Я сам иногда анализирую. Я сейчас скажу мыслим, может, многим это не нравится. Кроме политических причин, там манипуляций, информационных, все остальное, очень интересный такой парадокс. Мне кажется, такое классовое голосование пошло. Шариковы выбрали Шарикова. Существенная часть армянского общества смотрит Пашиняна как в зеркало. Ему нравится, потому что они видят себя в нем. Такого же бездарного, ленивого, многослового. Который любит бахвалиться без ничего. Другая часть, существенная часть армянского общества. Знаешь, вот это очень интересный, кстати, момент будет для психологов, политической психологии изучать вот этот феномен. Очевидно же, что подавляющая часть общества поддержала бахатную революцию 2018 года. Сейчас, несмотря на все эти катастрофы, очень многим из них не хочется как бы вставать на борьбу с Пашиняном, смещать его, потому что в данном случае они же понимают, что реально альтернатива Пашиняну это бывший. Кстати, я все-таки думаю, что в жизни все познается сравнение. Я не говорю, что раньше в Армении все было идеально. Нет, очень много проблем было, очень много порочных явлений. Но в любом случае не было нынешнего позора. И мы были фактором в региональной политике. И вот этого хочется хотя бы это вернуть. Но я почему это вспомнил? Люди не хотят, не поддержали смену Пашина, потому что чисто психологически, даже подсознательно, мне кажется, подсознательно. Они понимают, что если придут бывшие, означает все, что они сделали в 2018 году, это было соучастием в уничтожении, в потере Ацаха и уничтожении армянских государственников, этих тысячах жертв. И они подсознательно не хотят на себя брать груз ответственности. Но как я опять говорю, люди, а в моем, кстати, среди моих знакомых есть многие такие, которые раньше были запощены, сейчас против, но я им благодарен, что они хотя бы нашли себе силы сказать, окей, мы же, понятно, что все хотели хорошего, никто же не хотел плохого для Армении. Верно, да. Но без осознания ошибки, чтобы был сделан неправильный выбор в 2018 году, не исправить нынешнюю, не остановить эти ошибки, не прекратить этот постоянный позор и потери. Поэтому я говорю, призываю людей, очнитесь. Не обязательно поддержите какую-то другую политическую силу или найдите ту команду, вот я почему предлагаю, оценивайте людей по команде. Вот мои родственники, друзья, еле терпели меня в 2018 году, потому что я изначально был против Пашиняна, одними таких людей. Но почему я был против? Во-первых, потому что я видел, какая команда у него, я знал его политическую биографию. И самое главное, у меня такой подход. Какой человек в маленьком, такой он будет в большом. Вот у Пашина была газета, а и какая же она? Это по мне была желтая газетенка. Вот если бы он хотел что-то нормальное, мог бы что-то, или хотел бы что-то нормальное строить, он бы сделал какую-то нормальную газету из своей газеты. Но у него же была желтая газетенка. А почему вы думали, ну я вообще обращаюсь к обществу, что придя к власти в Армении, он будет строить из Армении какое-то цивильное, современное, нормальное государство, а не какое-то государство наподобие желтой газеты Айка Канжаман. Это было очевидно же, как дважды два опять говорят, но люди хотели, вот этот век. И еще один очень интересный парадокс нашего народа, я всегда об этом говорю. Меня удивляет, почему, когда дело касается личных моментов, личных вопросов, Армении очень прагматичные. Ребенка какой-то в ВУЗ, чтобы поступил, да, начать с кем-то бизнес, да, там сто раз будут взвешивать риски, какие возможные там, насколько это выгодно или невыгодно, насколько это опасно, проблемно и все. Очень прагматичные. Но как только дело касается там общенациональных, общегосударственных вопросов, Армении какие-то наивные романтики, каждый раз верующие какое-то чудо, или внутреннее, или внешнее, или что-то, не бывает так. Будьте прагматичны и в таких вопросах. Потому что, и это последнее, что надо поймать одну вещь. Вот мы обсуждали Россию, да, с тобой. Любые ошибки России для России будут болезненны, но не смертельны, как и для любой крупной громадной державы. Ошибки маленьких стран, таких как Армения, они не болезненны, они могут быть смертельными. Смертельны, да. Даже вот когда, ну, скажем так, в общем, если о России говорить, если не нравится в какой-то одной области жить, или в каком-то крае, да, дотационном, можно переехать в соседний край или область, где побогаче можно прожить, и есть работа. То есть в России, да, таких особых проблем нет, как в маленькой Армении. И такой вопрос, так как я посмотрел, ты часто общаешься с различными экспертами, у меня вот просят задать такой вот вопрос. Как расследуется дело по сбитым российским летчикам? И расследуется ли вообще? Что говорят в кулуарах? Это вот у меня... У меня такой информации нету, потому что я все-таки больше обсуждаю вопрос, который связан с политикой России в регионе, на постсоветском пространстве и остальном. Понятно, что это решение уже принято было обведение миротворцев. И, кстати, я даже не исключаю, что именно турки попытались сбить этот... Не азербайджанцы, а турки попытались сбить вертолет. Ну, ликовали азербайджанцы, я видел кадры. Не-не-не, я другое хочу сказать. Я не исключаю, что... Потому что Анахчеван уже находится под сильнейшим влиянием Турции, даже больше, чем сам Азербайджан. Поэтому не исключаю, что это был такой шаг, который был призван, чтобы Россия сбрыгнулась. И под этим предлогом Азербайджан не дал бы российским миротворцам войти на это. Поэтому Россия решила, что лучше мы там сглотнем и промолчим, и все-таки добьемся ввода наших миротворцев. Поэтому я не думаю, что Россия как-то будет эту тему педалировать, расширять. Какие-то формальные, наверное, извинения уже прозвучали формально, мне кажется, дело над этим организмом. Может, какую-то компенсацию выплатит. Азербайджан для него не проблема несколько там деньги выплатить. И обе стороны сделают вид, что как бы вопрос закрыт. Поэтому я по этому вопросу, сам не имея какой-либо конфиденциальной информации, просто предполагаю, что ничего серьезного по этому вопросу не буду сделать. Ну, хорошо. Россию, в принципе, не привыкать глотать. Ну, закончим тогда, подытожим сегодняшний эфир. Спасибо большое, Айк, за сегодняшнюю встречу. Было очень интересно и было много чего сказано из того, что меня лично волновало. Еще раз спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok